Бокертов, доброе утро! Я хочу научить вас разговаривать на иврите почти без акцента. Мы постараемся произносить О как О, а не как А. Мы не будем акать, мы будем произносить О как О. Я скажу по-другому. На иврите нужно говорить с вологодским акцентом. Так, правильно. А сейчас я перейду к примерам. Итак, женщина хочет сказать на иврите «Я вижу». Она произносит «О не Раа». Вместо того, чтобы сказать Роа. Роа – вижу. У нас тенденция «Акать» у многих русскоязычных. И поэтому мы произносим «Раа». Что слышит израильтянин? «Они Раа» – это «Я плохая», «Я нехорошая». А имелось в виду совсем другое. Или, например, женщина говорит «Они хала». Вместо того, чтобы сказать «Они хола». «Хола» – это «Болею». «Я больна». А она говорит «Они хала». «Хала» – это «Булочка». «Хала» – плетенка такая. «Я булочка». Это то, что слышит израильтянин. «Они хала». «Плохо». Нехорошо так говорить. Или, например, женщина говорит «Ешли хазе тов». Например, еще она скажет «БА вода». «На работе» вместо «А вода». Что она сказала? «Ешли». Она хотела сказать «Хозе тов». «Хозе» – это «договор». «Хороший договор у меня есть на работе». А она сказала «Ешли хазе тов». «Хозе» – это грудная клетка. Почти как грудь. Хорошая грудь у меня есть. Так это слышит израильтянин. Или, например, женщина говорит «Они раца». И израильтянин слышит «Я бегу». А она хотела сказать «Я хочу». Иногда возникают недоразумения. Какие-то вообще непонимания. Поэтому вот с этим «Аканьем» – это не просто проблема акцента. Это еще проблема, что мы искажаем иногда слова. И получается что-то совсем другое. То, что мы не хотели сказать, не имели в виду. Поэтому от такого акцента нужно избавляться. И это сделать непросто, но нужно. 100% мы от него не избавимся от акцента. Если мы приехали уже не в школьном возрасте в Израиль, то не избавиться от акцента, ничего не поделаешь. Но мы можем его уменьшить. И поэтому я предлагаю вам технологию, каким образом мы избавляемся от акцента. То есть мы переходим на вологодский акцент. Правильный в Израиле вологодский акцент. Мы берем глаголы, которые «Пааль», группа «Пааль», «Беньян» «Пааль», у которых в настоящем времени есть «Вав». И эта «Вав» звучит, буква «Вав» звучит как «О». «Котев» пишет, пишу, пишешь. И мы начинаем нудно строить предложение со словом «Котев», «Котевит», «Котвим». Потом мы берем следующее слово. И опять нудно начинаем строить предложение. «Согер» это закрывает. «Согер», «Согерит», «Согрим». Можно взять глаголы, например, новые, которые вы не знаете, чтобы заодно подучить новые глаголы. Но здесь важно говорить именно с «Паалем» в настоящем времени, чтобы вы привыкли. Не «Сагер», «Сагерит», а «Согер», «Согерит», «Согрим». Следующий глагол. «Овед», «О». «Овед», «Оведет», «Овдим». И предложение. «АНАХНУ ОВДИМ БЕ ХОЛЛОН». Город называется ХОЛЛОН. Не ХОЛЛОН, а ХОЛЛОН. «ЭЙФО АТЕМ ОВДИМ». Где вы работаете? «АНАХНУ ОВДИМ БЕ ТЕЛЬАВИВ». Мы работаем в Тель-Авиве. И так далее. Вы берете глаголы ОХЭЛЬ, ШОКЭЛЬ, ТОФЭС, МОЦЕ, НОШЭМ и еще десятки других глаголов. И каждый день тренируетесь по 5 минут, 3 минуты, 10 минут, кто как. Пока вы не привыкаете к мысли, что вы можете говорить на иврите с правильным вологодским акцентом. Я надеюсь, это было понятно и, возможно, даже полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтроуд. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова